приветствую вас на канале алкавита есть у меня 25 килограмм нативного пшеничного крахмала нативный это значит натуральный и вроде как обладает ароматом пшеницы 25 килограмм будут делать пополам половину сделано кодзи половину на ферментах и так здесь у меня большая половина я по-моему отмерил сегодня работе 12 килограмм то здесь у меня осталось 13 килограмм 13 килограмм я сделаю на кодзи наши ребята с ним работали делали как и на кодзи так и на ферментах но чаще всего именно делали водочку то есть дистиллят максимальной крепости на колонии я для начала поставлю брагу а там дальше решу что делать получу спирцирец и подумаю либо буду делать комбо либо все-таки дистиллят максимальной крепости и так 13 килограмм крахмала в отдельная емкость сейчас наливаю 50 литров воды 50 литров воды температура 36 36 и 6 37 градусов 37 градусов постепенно вносим теперь крахмал спокойно перемешиваем не спеша полностью надо его растворить все прекрасно растворилась но крахмал имеет такую подлость оседать на дно поэтому вношу кодзи мэллоу 100 грамм на поверхности рассыпаю перемешиваем и часа два еще буду помешивать кодзи засыпал перемешал не пахнет клестером как кукурузный крахмал который я до этого делал запах такой весьма приятный и кстати килограмм крахмала стоит всего лишь 200 тенге 40 рублей 24 поставил это был четверг вечер сейчас у нас четверг 9 ноября в общем буду перегонять брожение было неделю такое неплохое довольно таки активная крахмал постоянно оседал на дно я его перемешивал он опять как бы брожение возобновилось через неделю брожение перестало и я заметил что травит гидрозатвор все заново заклеил и вот такое брожение уже неделю и на дне вот этот осадок он все уменьшается уменьшается размешать его гораздо легче но уже буду перегонять ждать уже не буду перегоняю спирт средств один пыж медиа и первичных голубых перегнал браку выход вообще минимальной брожение остановилась поэтому смысла как подображивать я не видел очень много осадка отсюда делаю вывод что надо как минимум дозировку козе в два раза больше увеличивать что все это выбрать дела но времени у меня это дображивать нет все-таки это эксперимент сравнить при равных условиях вот как бы не знаю получится ли не получится сравнение но факт остается фактом я думаю еще раз придется все таки крахмал взять и попробовать уже с двойной дозировкой кодзи сбродить за счет мой значит бочку крахмал весь выгреб выкинул стал споласкивать а на дне прям таким конкретным слоем кодзи вот смотрите то есть крахмал настолько тяжелый что осаждается вниз получается как бы что скорее всего кодзи бы исправились 100 грамм что 6 грамм дозировка была на килограмм зерна крахмале как бы больше крахмала чем зерне одно судя по тому что крахмал очень сильно осаждается на дно бочки кодзи как бы были заблокированы скорее всего как бы на дне бочки и вот не работали они получилось 10 литров спинта сердца заливая в коп набираю крепость но это фиаско но эксперимент есть эксперимент буду перегонять в режиме дмк 10 лет максимальной крепости то есть полностью работающий дефлегматор полностью работающий холодильник и такие расчеты конечно конкретный недобор должен был я собрать где-то с 13 килограмм в районе пяти литров вот если 2700 соберу тут нам будет вообще ништяк ну что два литра отобрал отбирал по 05 потом скачки и в общем короче здесь я целая куча хвостов выливать уже обратно не буду это у меня все пойдет на какую-нибудь следующую нейтральную брагу посмотрим в общем 2700 должен был собрать у меня всего лишь два литра вторая часть пшеничного крахмала 45 литров воды температура 40 градусов 12 килограмм крахмала но для начала я добавлю фермент а фермент г а сахаривающие фермента добавлять не буду он мне просроченный дозировку удвою 30 миллилитров были сюда ферментов и потихонечку буду помешивать добавлять крахмал крахмал есть добавил до 60 литров довел теперь 23 часа пока температура не спадет до 30 помешиваю чтобы крахмал у меня осахаривался прошло несколько часов температура упала до 30 градусов турбокизы 3 одна пачка обладают слегка фруктовым ароматом просыпаю на поверхности перемешиваю и под гидрозатвор прошло две недели брага ну добулькивает и осадка крахмального гораздо меньше чтобы эксперимент был одинаковые буду тоже передание через две недели кружек меди первичные головы закончилась эпопея с пшеничным крахмалом однозначно на аромат это было зерновой дистиллят что брага пахло зерном что перегонцам однозначно но слегка неудачный у меня вариант при первом варианте получилось сердце 2 литра и при втором 4 300 одинаковое было брожение две недели все стандартно ничего не менял две недели брага стояла через две недели перегонял и по второму перегону все мои циферки отогнал и 4 300 хотя мог запросто взять 4 500 но честно говоря зарезервированным был боллинг и надо было ехать немножко не успел ни температура вот не скакала то есть ну отогнал но просто как-то так получилось что теперь теперь я развожу первый перегон 2 литра до 40 процентов вот здесь еще чуть-чуть у меня остались от первого перегона сейчас замерю сколько до 40 литров и второй развожу и через неделю пробую прошла неделя и так два дистиллята пшеничный нативный крахмал кодзи и ферменты где какой не знаю специально налила одинаковый объем подписал на донушки циферки и так первый вариант однозначно зерновой как будто бы немножко парище как будто бы послаще на аромат полный ноздрей не ощущается спиртная нотка но однозначно это зерно здесь вот ощущается попробую сперва вариант номер два потому что мне кажется что это все-таки ферменты с дрожжами так быть добру с наступающим новым годом спиртной напиток такой в меру рисковат горчинка на языке есть но очень быстро проходит неплохо и в другой вариант будем да парище вариант парище и узнаете как будто бы вот этот сладковато такой зерновой оттенок а этот парище но зерновой и что-то еще стороннее ощущается на языке по мягкости этот жестче второй жестче нежели первый ну я думаю что все таки первый вот это то что я пил это да это крахмал и номер два это ферменты и дрожжи ну номер один да кодзи но как бы не совсем удачный получился вариант так так как кодзи это не доброт однозначно ферменты как-то сработали лучше неплохо вот вариант как бы неплохой по цене дешевле сахара в два раза работать как бы смысл есть сахара конечно все таки вот проще добавил в дрожжи все здесь же фермент надо добавить перемешивать это все постоянно немного затратнее именно по времени и так последние мои записи вот видно сахар 16 килограмм один литр 40 процентного 500 ну и 600 тенге написано по крахмалу крахмал 2 460 тенге ну как бы литр 40 процентного не сильно и большая разница ну неплохо неплохо вариант рабочий я думаю что может быть еще я раз попробую попробуем на на кодзи так как я считаю что это проще и доступнее и все таки попробую двойную дозировку а на кодзях у меня себестоимость получилось 800 тенге ну вот вот такой получился очень интересный эксперимент как бы каждому решать ноги у нас в алматы на этом пшеничном нативном крахмале работают получают спирт кодзи крахмал и выход как у сахара спирт довольно таки неплохо ароматика зерновая но мне кажется что все таки ее здесь меньше но теперь я сейчас хорошо чувствую да вот здесь конечно получше ароматика но вот у игоря зерновая ароматика была поинтересней здесь именно с каким-то сторонним ароматом здесь же какая-то фруктовость такая есть этот аромат похож на дистиллят игоря с кукурузного крахмала который такой слегка фруктовый даже какая-то дюшестность уже есть на этом с вами прощаюсь берегите себя пить только качественные напитки до свидания